Привет из Беларуси! 25 марта я свою виолу вынесла на волю. Разговор наш пойдет о том, как вырастить красивую рассаду виолы. Я выращиваю сорт маммот. Это сорт с крупным цветком. Есть два таких сорт маммот и колоссус. Выращиваю в однолетней культуре. Очень кратко о первоначальном этапе выращивания, потому что все это подробно есть в видео на канале в плейлисте Виола в однолетней культуре. Ссылочку на этот плейлист я оставлю на конечной заставке к этому видео. Ну а так, сею я виолы, стараюсь, до Рождества православного. Это где-то примерно 4-5 января. Тогда она всегда успевает к 1 мая зацвести. Именно с 1 мая у нас начинаются продажи. В зависимости от сезона это может быть и позже. Виолу сею в ящик, потому что очень ценно, вы знаете, место под искусственным освещением. Освещение у меня лампами днат. Затем в фазе 2-3 настоящих листов я виолу пикирую еще в доме. Поскольку срок очень длительный выращивания, и в ящике мы, конечно, не сможем додержать виолу до первых чисел марта, когда я выхожу в пиклище. Поэтому я ее пикирую вот в такую кассету. Это 104-я кассета с довольно большой такой длинной ячейкой. Виола в доме, конечно, она может потянуться, и она потянется. Поэтому в такие кассеты заглубляем до семидольных листов. После этого виола уже растет у нас красиво и хорошо. И в фазе 4-5 настоящих листов она проходит уже в перевалке в горшочке. В горшочке у меня 400 мл. Я в них всегда выращиваю виолу. Я пробовала выращивать в горшочке 200 мл. Мне не понравилось. Виола запускает очень рано цветение и не наращивает куст. Ну, может быть, я и не умею это делать в горшочках 200 мл. Зато в 400 мл у меня хорошо получается. Какой беру грунт? Грунт у меня двина. Это вообще у меня общий грунт для всех растений. Но, конечно, для виолы я добавляю еще компост. Один к двум. Одна часть компоста и две части грунта двина. Грунт получается такой уже смешанный, очень рыхлый. И питательный. Теперь о подкормках. Кормить ли до пикировки? Я поступала по-разному. В зависимости от сезона. Одна подкормка кальциевой селитрой или вообще без подкормок. Вот эта виола выращена в этом году без подкормок до пикировки. После пикировки, поскольку я видела, что сезон тоже затянется, я обошлась тоже без подкормки, пока уже не пришла пора перебросить виолы в горшочке. Вот с этого времени я уже начинаю активно ее кормить. Первую подкормку сделала через где-то 6-7 дней после перевалки, когда было видно, что виола уже хорошо прижилась и начала расти по листу кальциевой селитрой. Следующая подкормка у нас направлена на то, чтобы развивать корневую систему виолы. А это значит, что в удобрении должен преобладать фосфор. У меня есть линейка удобрений кристаллон. Я пользуюсь кристаллоном желтым, кристаллоном особым и кристаллоном красным. Это удобрение в хилатной форме с микроэлементами. На первом этапе идет кристаллон желтый, корневая подкормка 1 грамм на литр. Когда мы уже видим, что корневая система у виолы хорошо развелась, пошла уже расти, это можно проверить, посмотреть. Видно, что начинает уже она прорастать на горшочек. С этого периода я уже подкормок не делаю листовых. Пользуюсь только корневыми. Корни растения нужны для того, чтобы добывать питательные вещества. Вот пусть они со своей ролью исправляются. Поэтому, когда корневая система запущена в стадии 4-5 настоящих листов, у нас с вами главная забота это развить пышный куст. Итак, наша задача с вами сейчас дать немножко виоле зажировать. Для того, чтобы виола запустила развитие боковых побегов. Если мы с вами возьмем такие более развитые растения, большие, у нас с вами есть такие растения небольшие, допустим, и растения побольше. Ну вот, небольшое растение у него еще только начинает боковые побеги прорастать. Ну, а у этого все идет более активно. Вот он уже приступил к наращиванию куста. И сейчас мы поддержим эти оба растения для того, чтобы получить пышный куст виолы. Что касается полива, то я придерживаюсь такого правила, чтобы виола никогда не пересыхала. Или, по крайней мере, не стояла в этом состоянии долго. Вот для меня как бы образец полива, это когда грунт по сторонам горшочка сухой, а возле виолы он влажный. И вот в таком состоянии виола должна быть, в принципе, всегда. Для того, чтобы лист всегда был красивый и зеленый, это тоже очень у виолы важно. Не только цветок, но и красивый лист, и форма куста. Как только мы увидим, что виола подходит уже к периоду бутонизации, мы переключаемся на кристаллон красный, в котором преобладает калий. Сейчас будет наша задача уже поддержать бутонизацию и цветение. Для того, чтобы цветов было много и цветки были крупные и яркие. Кристаллон хорошо с этим справляется. И, в принципе, когда виола зацветает, наша задача по ее поддержке заканчивается. И опять-таки поддержать. Если приходится какое-то время рассаду еще поддержать там где-то у себя, то, конечно, тоже поддержать ее можно кристаллоном красным. Ну вот основные такие вопросы, которые всех волнуют. Еще один важный вопрос. Какую низкую температуру выдержит виола? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо, наверное, какую-то писать диссертацию, чтобы отдельно заносить в табличку, да, каждый день какая температура. Но надо сказать, что виола легко справляется с пониженной температурой, выносит заморозки. Но надо помнить, что любые растения начинают усваивать питательные вещества при плюс 8 градусах. То есть, если будет очень холодно, то кормить виолу не стоит, это бесполезно. А потом, когда вы начинаете кормить, корни не работают при низкой температуре, а вы еще одну под корм, корни опять не работают. А потом они как? Заработали, а там столько всего в горшочке, что идет такой взрыв роста, и она может уйти в такую вот, вытянув ту форму с одним цветком. Поэтому будьте в этот период, в период пониженных температур, аккуратно с подкормкой. Виола не затормозит, в отличие от питунья, от низких температур, но и особо расти, допустим, в ночные периоды, когда холодно не будет. Но зато будет наверстывать за день. Поэтому виола имеет такой длительный период выращивания, потому что мы ее, собственно говоря, первую выносим на волю в холодное место. Она же у меня первый кандидат на выселение, на улицу, когда надо для других растений освободить место. И может она попасть и под холод, и под заморозок. Поэтому и рассчитываются сроки посадки, для того, чтобы успеть к сезону продаж цветения. Эти сроки у вас должны быть определены опытным путем. Потому что ни один чужой опыт не может стопроцентно вам подойти, потому что как ни подходит стопроцентно условие одного к условиям другого. Все нарабатывается только через свой опыт. Вот помните об этом, что ничего нельзя брать 100% от какого-то там человека или блогера. Всегда надо думать о том, какие у вас условия. Надо уметь смотреть на растения, читать их потребности, изучать их, пробовать. И тогда вы точно подберете ключик к любому растению, в том числе и к виоле. Ну что ж, я желаю вам успехов. Я думаю, я ответила на ваши вопросы. Ну а если будут какие-то еще, я обязательно отвечу, если смогу. Ну что ж, у меня на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Заходите на канал, посмотрите видео. Если понравится, подписывайтесь. Ну а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.